Здравствуйте! В эфире тема дня в студии Егор Буяло. Карельские петроглевы включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это означает, что уникальность наскальных изображений Онежского озера и Белого моря оценили на международном уровне. О значении статуса и о важности статуса объекта ЮНЕСКО мы поговорим сегодня с начальником управления по охране объектов культурного наследия Карелии Юлией Алиповой. Здравствуйте, Юлия! Здравствуйте! Долгожданное событие присвоения статуса всемирного наследия. Как долго Республика Карелия и Министерство культуры Российской Федерации шли к этому результату? Ну, собственно говоря, справедливо будет отметить, что специалисты-то отметили ценность наших петроглевов уже много лет назад. Еще в 1996 году достаточно активно стала обсуждаться эта тема. Ну, а непосредственно подготовкой к номинации мы занимались с 2016 года, когда уже совместно с Министерством культуры России мы разработали совместный план и совместными усилиями поэтапно шли по пути подготовки документов и доказания, доказывания ценности наших объектов. То есть над этим работала целая команда. Вот после признания, вот включения в список ЮНЕСКО, глава Республики Артур Парфенчиков поблагодарил команду за кропотливую работу, за отличную работу. Кто состоял в этой команде, кто чем занимался? Ну, возглавляла работу эту наше управление Республики Карелия. Работали мы в связке, в плотном взаимодействии с Министерством культуры Российской Федерации. Но, конечно, подготовка документов осуществлялась в первую очередь специалистами и исследователями. И, конечно, нельзя не сказать Надежде Валентине Лобановой, которая у нас является известным специалистом, петроглифоведом. К ней обращаются за советом, за ее мнением не только наши российские коллеги, но и специалисты из-за рубежа. Это, конечно же, специалисты-археологи наши российские и, опять же, зарубежные наши коллеги, которые уже много лет приезжают на петроглифы, изучают их. Ну, в частности, специалисты из Норвегии наши и, собственно говоря, из Азербайджана. Очень большую поддержку мы ощущали от наших коллег. Это, конечно, наши фотографы. В первую очередь фотограф Игорь Георгиевский, который, собственно говоря, и сопровождал весь процесс документирования наших объектов, составление досье, иллюстрирование досье, и участвовал в подготовке материалов по обоснованию. Это, конечно, супруга Игоря, Светлана Георгиевская, художник, который занимается изготовлением контактных копий. Потому что фотографии — это, конечно, хорошо, но именно контактные копии позволяют более детально, более ярко передать те ощущения, которые человек испытывает, когда он непосредственно присутствует на месте и общается с петроглифами. Это, конечно, специалисты Института имени Лихачева, потому что по заказу Министерства культуры Российской Федерации именно они выступали в роли основного исполнителя номинационного досье. Могу кого-то, наверное, да, еще наше подведомственное учреждение, Центр по охране памятников, конечно же, они сопровождали, все процессы помогали, и, в частности, очень важные процессы организации миссий консультационных и приезда специалистов зарубежных к нам на место. И, конечно, это российские комитеты КАМУС и Министерство иностранных дел Российской Федерации. Вы упомянули контактную копию. Хотелось бы уточнить, это макет, то есть до него можно дотронуться, поэтому называется контактная копия? С применением специальной технологии раскладывается рисовая бумага, увлажняется на камнях, и вот этот метод позволяет при определенной погоде зафиксировать рисунок именно с учетом рельефа камня и глубины выбивок. И это, да, такой очень впечатляющий результат получается. Каким критерием должен соответствовать памятник? Ведь памятников в ЮНЕСКО более тысячи на данный момент, и у каждого свой критерий. Каким критерием должен был соответствовать, должен соответствовать петроглифы были? Ценность петроглифов признана по третьему критерию. Это полное свидетельство, уникальное свидетельство, памятник, который рассказывает о эпохе ушедших культур. То есть именно культурная ценность должна его подтвердиться? Да, это культурная ценность, это рукотворный объект. Несмотря на это, именно благодаря тому, что наши петроглифы и онежские, и беломорские сохранились в своей практически первозданной природной среде, была признана это его ценность. То есть, насколько я понимаю, и культурным, и природным критериям должен был соответствовать, поскольку петроглифы в природе находятся? Специалисты рассматривали по нескольким критериям ценности, оценивали доказательную базу, сравнительный анализ по отношению к другим подобным объектам, которые известны мировому сообществу. Но вот я вам обозначила именно третье. То есть это полное, уникальное свидетельство культуры ушедшего поколения, ушедшей эпохи. Еще до того, как карельские петроглифы стали объектом всемирного наследия, они уже имели славу среди туристов, были привлекательной туристической точкой. И в этом году, после долгой реконструкции, открылся новый павильон над бесовыми следками. Я предлагаю посмотреть наш материал об этом, а после мы продолжим. Бесовые следки Бесовые следы Маленькие всего скорее самка и детеныши, морские звезды, тюлени. То, на что охотился человек и то, что ему было интересно. К 2023 году в музейном павильоне откроется экспозиция с интерактивной выставкой, на которой будут представлены не только беломорские и онежские петроглифы, но и наскальные изображения со всего мира. Ну и сейчас, кроме того, что мы можем посмотреть на скалы с изображениями, мы можем унести еще частичку с собой, нарисовав на специальном столе что-то из петроглифов. Например, я решила сделать себе на память след беса. Еще одна группа петроглифов находится неподалеку, в местечке Залавруга. Здесь можно увидеть самое первое в мире изображение лыжников, также метровые фигуры лосей и других животных. Чтобы обеспечить подъезд к этому памятнику, до конца июля доделают дорогу к входной зоне от федеральной трассы Пушной-Беломорск. Оборудуют автостоянку. Позже возведут пешеходный мост через протоку Кислый-Пудос. А на территории вокруг древних наскальных изображений планируют построить кафе, торговые точки, гостиницу и визит-центр. Статус объекта всемирного наследия присвоен, теперь нужно его сохранить. И, скорее всего, у ЮНЕСКО есть определенные требования, свод требований к объектам, чтобы они сохраняли свой статус. К какому перечню следуют петроглифы? К какому перечню требований? Ну, естественно, основное и главное требование ЮНЕСКО — это, конечно, сохранение всемирно-универсальной ценности объекта. То есть именно того критерия, по которому была признана ценность наших петроглифов. С учетом этого, когда мы занимались подготовкой номинационного досье, мы еще составляли и предварительный план управления объектом ЮНЕСКО. Мы на примере музея-заповедника Кижа, ансамбля Кижского погоста, очень часто слышали такое название. Это документ, который, скажем так, регламентирует вопросы развития территории не только самого памятника, но и территории, которая прилегает к границам его буферной зоны. Вот как раз сейчас мы смотрели сюжет. Выступала у нас руководитель Беломорского музея, музея муниципального Беломорские петроглифы Татьяна Геннадьевна Головина. Вот как раз на стадии подготовки этих документов у нас активное участие принимал и Беломорский музей, и, конечно, наши архитекторы. С учетом как раз вот этих требований ЮНЕСКО, которые будут приняты к нашему объекту, если его включат в список всемирного наследия, мы и разрабатывали свою схему действий на ближайшую перспективу. Конечно, обозначали точки расположения основных объектов инфраструктуры, которые помогут нам урегулировать, скажем так, процесс развития туризма на этой территории и взаимодействия всех хозяйствующих субъектов, которые проживают, работают на этой территории. Конечно, мы занимались подсчетом антропогенной нагрузки. То есть это та нагрузка, которая, возможно, предельное количество посетителей за единицу времени на единицу площади для того, чтобы объект не был разрушен и так далее, и тому подобное. Но в дальнейшем мы должны еще будем уже в этом году определиться в общих чертах, а в дальнейшем следовать вот этой программе действий. Мы должны будем продолжать научное изучение петроглифов, документирование их, изучение с привлечением иных специалистов методов сохранения очистки поверхности, потому что петроглифы у нас периодически зарастают лишайниками растительностью. И, собственно говоря, иные методы сохранения мы должны будем изучать, продвигать и согласовывать с комиссией от ЮНЕСКО. Вы упомянули музей Кижи, и без него невозможно разговаривать о всемирном наследии ЮНЕСКО, поскольку Кижский архитектурный ансамбль стал первым объектом в Карелии, кто был включен в список всемирного наследия. И если сравнивать, вот тогда, в 91-м году, когда его включили, и вот сейчас петроглифы, сложнее проходила вот эта процедура с включением в список или легче сравнение их? Вы знаете, но я сама не состояла в той группе, которая номинировала ансамбль Кижского по ГОСТа. Я понимаю, что волнение, восторг и свои сложности были и у нас, и у коллег, которые представляли ансамбль Кижского по ГОСТа, когда выдвигали его в список ЮНЕСКО. Могу сказать только одно, что сейчас требования международного законодательства изменились, существенные требования ЮНЕСКО. И вот если мы, например, ранее объекты могли включать, а потом уже детально прорабатывать свою схему сохранения управления этими объектами, то сейчас мы уже на стадии рассмотрения заявки для включения в список ЮНЕСКО должны были показать понимание, каким образом мы будем развивать эту территорию и каким образом мы будем сохранять объекты. То есть требования стали строже? Пакет документов стал серьезнее, да, и требования, конечно, тоже. И самый, я думаю, главный вопрос, значение статуса ЮНЕСКО, какие преференции дает этот статус, если он дает таковые? Наверное, основная преференция — это узнаваемость, значимость нашей республики на уровне Российской Федерации и, конечно, за рубежом. Это беспрецедентно на настоящий момент объект, который номинирован в список ЮНЕСКО от Российской Федерации. Именно поэтому мы получали такую поддержку от Министерства культуры Российской Федерации. Это, конечно, ожидаемый рост потока туристов. Это интерес инвесторов, которые придут на эту территорию. Потому что, особенно в последние годы, все больше возрастает интерес людей именно к объектам ЮНЕСКО. То есть посещение наибольшего количества объектов ЮНЕСКО, которые расположены во всем мире, находятся, известны во всем мире. Мы, конечно, надеемся и на методическую, и на финансовую помощь в части реализации проектов по изучению объекта и по его продвижению в дальнейшем. Ну и, собственно говоря, с другой стороны, мы понимаем всю ответственность, которая ложится на плечи, в первую очередь, правительства республики. Потому что включение в список ЮНЕСКО — это и грандиозная ответственность. Вы несколько раз упомянули научную работу и дальнейшее изучение. То есть сейчас то, что мы знаем о петроглифах, об этих наскальных изображениях, есть еще куда стремиться, есть что еще изучать? Конечно, есть что еще изучать. Петроглифы достаточно давно изучаются, открываются и новые наскальные изображения. Но надо не забывать о том, что когда мы номинировали объект, когда специалисты устанавливали его датировку, его возраст, конечно же, в том числе принимали во внимание результаты исследований расположенных рядом памятников археологии. Стоянки, могильники. И дальше это изучение будет продолжаться. Это постоянная работа. Собственно говоря, так же, как на примере с музеем-заповедником Кижи, изучение Преображенской церкви происходит постоянно. И даже после завершения реставрации оно продолжается. Первый был Преображенская церковь, вернее, Кижский архитектурный ансамбль, теперь петроглифы. Есть ли возможность, что в Карелии появится третий или четвертый уже объект ЮНЕСКО? Да, вчера на брифинге мне уже задавали этот вопрос. Конечно, я в первую очередь рассказываю всегда о культурном наследии, потому что являюсь руководителем соответствующей службы. Для меня каждый наш памятник уникален по-своему. Но надо не забывать о том, что все-таки список ЮНЕСКО, он формируется не только за счет объектов рукотворных. Это в том числе и объекты, которые сформированы, кусочки нетронутой природы уникальной. Наша республика очень богата природными ресурсами, очень красивый и уникальный край. И это признают все, кто приезжает к нам в Карелию. Поэтому вполне вероятно, мы можем рассматривать в том числе и природные объекты для включения в ЮНЕСКО. Единственное, я не зря уже неоднократно упомянула сегодня, надо не забывать, что это большой серьезный труд и большая ответственность. И, соответственно, и финансирование со стороны региона не только надеяться надо на поддержку Российской Федерации, оно тоже должно будет обеспечиваться. А какие-то определенные объекты, то есть Вы сказали, что возможно появятся кусочки нетронутой природы. Есть ли сейчас какой-то в голове план, то есть вот у нас есть этот объект, этот объект, его можно будет включить в список всемирного наследия? Да нет, наверное, нет у меня. Я не настолько глубокий специалист. Я не проводила аналогии, не изучала аналогичные природные объекты, которые во всем мире состоят в этом списке. Я знаю, что трансграничные объекты включают нетронутые массивы лесов, в частности. Это могут быть какие-то водопады. Сложно мне сказать, могу ошибиться, насколько нетронута природа в той или иной части Карелии. Если мы немножко расширим масштабы, то есть от Республики Карелия перейдем к России, если сравнить с другими странами, Россия как страна, она богата объектами культурного наследия. Сколько их примерно сейчас? Да, мы занимаем лидирующие позиции, входим в, по-моему, даже пятерку стран по количеству объектов, имеющих статус культурного наследия. Надо еще понимать, что наше законодательство российское, оно предъявляет достаточно детальные требования. То есть, по сути, к историко-культурному наследию можно отнести не только те объекты, которые сейчас значатся у нас в едином государственном реестре. Кроме того, Российская Федерация занимает четвертое место по количеству объектов ЮНЕСКО уже, которые номинированы от нашей страны и включены, значатся в этом списке. Мы стали тридцать первым объектом с петроглифами в этом году. И, возможно, да, как вы сказали, будет тридцать второй, тридцать третий. И, возможно, то есть, мы уже обговаривали сегодня, какие-то ближайшие планы на ближайшее будущее, 22-23 год, работа над петроглифами. Чего мы можем ожидать от онежских и беломорских петроглифов? Что, может, там будет увидеть? Ну, увидеть-то можно будет петроглифы. Их и сейчас можно увидеть, да. Естественно, оба объекта, они расположены в достаточно разных условиях. Это разная транспортная доступность, разная обеспеченность инфраструктурой, туристской инфраструктурой в том числе. Вот сейчас реализуются достаточно серьезные мероприятия по развитию инфраструктуры вокруг беломорских петроглифов. Эти мероприятия осуществляет республика в рамках программы индивидуального развития. И надо сказать, что еще готовясь к процедуре номинации в ЮНЕСКО, да, уже правительство для себя определило петроглифы как один из приоритетных объектов. Это доказывает как раз мероприятие этой программы. В этом году уже, как было сказано, завершено, вот сейчас на настоящий момент уже завершено строительство подъездной дороги к беломорским петроглифам. Сейчас осуществляется проектирование визит-центра с гостиничными номерами, с конференц-залом, с рестораном непосредственно во входной зоне. Планируется в этом году уже выполнить проектирование пешеходного моста через протоку Кислый Пудос. Это тот мост, который позволяет сделать прыжок из современности в прошлые века. Именно туда, где у нас расположена группа петроглифов на Залавруге, вот та, которая под открытым небом. То, что сделано, ну уже, как было сказано, открыт павильон. И, собственно говоря, вот этот павильон, он позволяет одну из самых известных групп петроглифов показывать посетителям круглый год. Это, конечно, очень большое достижение. И, конечно, сейчас мы определяемся с первичными своими планами по поводу повышения доступности и создания инфраструктуры на территории расположения онежских петроглифов. Ситуация более сложная, да, но первые шаги уже сделаны. И, собственно говоря, расширена в позапрошлом году инфраструктура, которая существует на этой территории. Это природоохранное учреждение, оно получило дополнительные возможности для своего присутствия здесь постоянно. Вы упомянули сложность. В чем заключается сложность онежских петроглифов? Петроглифы онежские, они у нас размещены по береговой линии, да, восточное побережье Онежского озера. Достаточно протяженная территория. Это еще и особо охраняемая природная территория, заказник Муромский. Но все-таки Онежское озеро капризное, да. И даже когда вы как туристы ездите в музей-заповедник Кижи или пытаетесь проехать на территорию Муромского монастыря, мы понимаем, да, мы во многом зависим от капризов природы. Кроме того, там нетронутая, опять же, природа, очень красивые песчаные пляжи, которые требуют тоже своих мер по сохранению уже как природная составляющая, да, как экологическая составляющая. Сейчас пока группа туристов, которые посещают эти территории, незначительная. То есть это 10-15 человек, в основном добираются по реке в устье, да, у побережья Онежского озера, и потом уже пешком следуют по основным группам Петроглев. К сожалению, не всегда могут попасть. Есть сложности с размещением в Пудажском районе, но и, конечно же, есть необходимость усовершенствовать транспортную инфраструктуру. Что ж, с временем, когда инфраструктура улучшится, и наверняка количество туристов, поток туристов увеличится, и больше людей узнают об Онежских Петроглифах и, конечно же, о Беломорских. Спасибо большое, Юлия, что пришли сегодня в студию и поговорили о значении статуса ЮНЕСКО и о наших карельских Петроглифах. Это была тема дня. Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин